Книга «Открытым оком». Тема «Коммунизм», том 12, вопрос 2724. В книге «Для Слова Божия не туз», страница 569, написано о священнике отце Геннадии Фасти, что он написал письмо в Москву. «Однажды он написал открытое письмо М. Горбачеву о том, чтобы атеизм перестали преподавать, чтобы атеистам, лекторам не платили. А само это письмо нельзя ли прочитать?» – отвечает Игнатий Тихонович Халапкин. Вот это письмо Генеральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву Михаилу Сергеевичу. Предложение. Предлагается внести дополнение в статью 52 Конституции СССР. Церковь и атеистическая пропаганда в СССР отделены от государства. Наши дополнения и атеистическая пропаганда. Обоснование нашего дополнения. Первое. Атеизм – явление, противоположное религии. И в этом смысле это явление одного порядка. Ни религия, ни атеизм не являются науками. Науки – философия, социология, психология, история и т.д. Религия – это вера в Бога и сверхъестественная. Атеизм – это неверие в Бога и сверхъестественное. Наука – это знание о естественном. Законы природы, то есть никакого научного атеизма, как и научной религии, нет и быть не может. Есть науки – философия религии, философия атеизма, история религии, история атеизма. Но сами религия и атеизм – не науки. Вера и неверие – дело совести, а не наук. Поэтому не должно быть ни государственного атеизма, ни государственной религии, так как государство – орудие господства того или иного класса людей. И государственный атеизм, и государственная религия противоречат принципу свободы совести, которые утверждаются статьей 52 Конституции СССР. Второе. Социализм, как общественно-экономическая формация, возможен как среди верующих, так и неверующих. Известны некоторые коммунистические принципы, такие как общность имущества в первохристианских общинах. Вера и неверие возможны и в других обществах – буржуазных, феодальных и прочее. Значит, не должно быть государственного насаждения ни веры, ни неверия. Такие социалисты, как Томас Моор, были верующие и даже святые. Томас Моор причислен к лику святых в Римно-католической церкви. Третье. В СССР нет официальной статистики религиозности населения. Но есть такое оценочное число, что в СССР 30 миллионов православных. А если добавить католиков и протестантов, мусульман и буддистов? И вот вся многомиллионная масса людей находится невольно, не по своей воле, в оппозиции государству, в котором атеизм имеет государственный характер. Неужели это в интересах государства? Какую огромную силу могло бы приобрести государство в лице этих верующих людей, отделя оно от себя атеизм? Верующие не против социально-экономической системы социализма, а против атеизма. Четвертое. Возразят на все это. В нашей стране нет государственного атеизма. Но это демагогическое утверждение во времена перестройки и гласности вряд ли стоит всерьез обсуждать. Детсад, школа, вуз, радио, телевидение, пресса осуществляют атеистическую пропаганду. Финансируется это все государством, осуществляется через государственные заведения и аппарат. Всякий воспитатель, учитель и преподаватель в СССР обязаны вести атеистическую пропаганду. Всякий учащийся и студент обязаны изучать атеизм. Пятое. Атеизм должен иметь право на существование в социалистическом обществе, как одно из проявлений его свобод. Он должен быть отделен от государства и существовать на равных правах с религией. Атеистическая пропаганда не должна финансироваться и снабжаться государством. Не должно быть насильственного, обязательного обучения атеизму. Школой должна быть возможность свободного, факультативного, необязательного обучения атеизму и религии. Преподавать атеизм и религию должны представители атеистических и религиозных организаций. Атеистические организации должны образовываться наподобие религиозных из граждан, добровольно желающих их создать... Добровольно желающих их создать и в них состоять. Содержаться на добровольные пожертвования атеистов. Они должны иметь право разрабатывать устав деятельности и функционирование своих организаций. Государство следит за соблюдением религиозными и атеистическими организациями законодательства о культах и атеистической пропаганды. Священник Русской Православной Церкви, настоятель Успенской Церкви города Енисейска, Фаст Геннадий Генрихович. 663-130 индекс, Красноярский край, город Енисейск, улица Дударева, 28. Цитата из Библии. Книга Исход 7.14 И сказал Господь Моисею, упорно сердце фараонова, оно не хочет отпустить народ. Исход 10.3 Еще раз спросите. И сказал Господь Моисею, упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Исход 10.3 Так говорит Господь, Бог евреев, долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Слова о примирении столь ясны. Пожар тушить, пока не разгорелся, пока ты жив, не просто кучка мяса, без добавления бывшая, когда уже сопрела. Малейший шанс к святому примирению, считать за ниточки к спасению из штольни. Избыть обид, самооправданий, прений, в них, как доказано, бывает мало толку. Уступки в чем-то, что не столь и важно. Уменьшить притязания, быть гибким. Каков ущерб, дальнейшее покажет. Но не родятся обвинения кипы. Простор тактический для сумрачных баталий. Тропу войны расширит к горизонту. Не тот масштаб, но жив в немирных Сталин. Армады Гитлера подкатывают к фронту. И каждый раз, при тратах и издержке, Судебные и нервные в семье, Судить начнешь себя, мог примириться прежде. Что с каждым днем, сильнее, труднее, не суметь. Дрожит сердечный клапан, злоба душит, Что стоило прислушаться к советам. Но словно аспид затыкает уши Перед судьей поникший безответный. Христа наказ, обтумай прежде бойни, Составить план, произвести расчет. Пока ты жив, не бывший, не покойник, Мир заключивший обретет почет. Позора нет, флаг белый раздобыть, Не до последнего солдата злобно биться. Смирением упрямство раздолбить, И зацветет миндаль и винограда кисти. Мирись с соперником, пока не отдан страже, Пищеварение и сон к тому пойдут, кто лучше. Печально, если дьявол хулой лицо замажет, На приговор суда не хватит и получки. 19 февраля 2005 год, Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин